Итак, всем здравствуйте, с вами Некрос, и сегодня у нас гайд по Верке. И я постараюсь показать вам керри-вариант. Керри-вариант. Что это значит? Это значит, что я буду фармить на Изилейне. Давайте поговорим о том, кто она вообще, кто она такая и для чего нужна. Обычно Верке ходит на хард. Обычно Верке ходит на хард, иногда ходит мид. Реже всего ее как раз используют в качестве керри, но просто мне это нравится, поэтому я попробую сделать все именно так, как запланировал. Основной атрибут – интеллект. Также она может саппортить. То есть, если это Верк саппортящие, то там вы идете через Фазы, Мекку и Форстав. Я же, поскольку иду фармить, я буду покупать... Во-первых, стартовый закуп у меня нацелен на быструю покупку Базилы и Аквилы. Максить я буду пауэршот, второй скилл, с помощью которого можно наносить урон на большом расстоянии. То есть, по сути, это просто... Ой, выстрел. Выстрел... Из лука. На большое расстояние. Третий скилл, который я сейчас завязал – это Виндран. А с помощью него можно уворачиваться со стопроцентной вероятностью от физических ударов. И быстро бегать. И, как видите, против меня, помимо Террор Блейда, еще стоит Патма. То есть, мне нужно смотреть внимательно за стрелами. Что можно сказать про Верку на линии? У нее очень неплохая тычка и очень хорошая анимация атаки. То есть, фармить за нее, в принципе, удобно. Именно поэтому, имея Виндран, вы можете успешно убегать от кого-то. И вот так вот можно подфармливать. После того, как мы покупаем базилку, мы ее, естественно, выключаем, чтобы не пушить линию. А, вот и Патма. Видите, Патма уже пошла на мид. А с помощью первого скилла мы можем привязывать противника к деревьям. То есть, мы кидаем привязку и под определенным углом мы привязываем. Но угол не обязательно может быть... Угол, во-первых, угол должен быть тупым. Если я попаду первым скиллом, я вам это продемонстрирую. Можно связать либо с деревом, либо с другим юнитом. А далее мы будем покупать себе аквилку. Тогда у меня маны будет много, и я смогу и крипов фармить, и харасить. С помощью второго скилла ТБ. Ух ты. Повершот я, пожалуй, замакшу. Насчет ульты... Тут не так все однозначно. Ульта увеличивает скорость нашей атаки до максимума, но при этом очень сильно уменьшается урон. И при этом все дополнительные... Все модификаторы атаки, они ухудшаются. То есть, например, если вы... Если у вас есть Майл Стром, да, на ВР-ке, а можно его покупать ей. А то тогда молнии будут наносить меньше урона. Чтобы этого не произошло... Кстати, можно связать. Связать. Нет, не связал. Почему? Потому что угол был неправильным. То есть за ним никого не было. За Террор Блейдом. Мне все еще нужно следить за Патмой, которая в лесу, из леса будет в меня кидаться стрелами. Поэтому, в принципе, на шестом левеле мне ульту укачать не обязательно. Ее можно вкачать и позже. Мне нужно заиметь второй уровень связки. Потому что... Ну, первого скилла. Потому что привязочка, она поначалу очень слабая. На очень короткое время связывает противника. Если вы противника ни с кем не связали, то он получит микростан. Ну, короткий стан. С помощью которого, в принципе, вы можете сбить. И какой-нибудь... Какой-нибудь дисмембер. То есть вы все можете сбить. Давайте купим аквилку. Где она там у нас? Вот аквилка и... Боты. И можно, кстати, еще стики сделать. Вполне реально. 350 нам не хватает. В принципе, я могу написать СС. Потому что потмы постоянно нет на месте. У меня уже неплохая тычка с руки. Я себе куплю фейзы. Буду быстро бегать. Плюс виндран. Фейзы дадут мне неплохую тычку с руки. Мне будет легко фармиться. Аквила даст мне тоже возможность фармить и фарасить с помощью пауэршота. У меня будет быстро восстанавливаться мана. Я пропускаю ульту. И вкачиваю на два... Кьюшку. Драка происходит так. Я привязываю. Даю пауэршот. И далее, если есть ульт, прожимая ульт, начинаю месить противника. Либо сначала привязываю, потом начинаю бить с руки. Либо ультуя в него, да. И потом уже пауэршотом добиваю. В принципе, если... Во-первых, пауэршот, он кастуется. То есть... Это ченнелинг. Если вы отпустите раньше пауэршот, да. Выстрелите раньше. То, соответственно, и урона вы нанесете меньше. Но, если вы отпустите пауэршот прямо перед окончанием его, да. То урон практически не изменится. То есть, чем вы больше заряжаете, тем урон больше. Но перед максимальной зарядкой урон практически не сильно уменьшается. То есть, можно, в принципе, одну секунду заряжать. А так он заряжается... Сейчас вам скажу, сколько. Я уже не помню. Где-то секунды полторы. Пожалуйста. И очень-очень хорошо дамажит. То есть, я могу... Прям этого террорблейда харасить очень знатно. А с фейзами и подавно. Вот. И он уходит. Мы пишем СС. Кстати, озвучка корейская, если что. Смотрите, как классно получилось. И Нокер еще с Санстрайком попал. И мы связали. И из Санстрайка ТБ просто не выбежал. Круто, круто. А, ну да. У меня же ульт был прокачан. Забиндин, точнее. Я с биндами маленько перепутал. Перепутался. Так, теперь мы будем собирать форстав. Даже если у нас выручка формильная, все равно будем покупать форстав. Почему? Потому что будет побольше маны. Мы будем побыстрее бить. И мы будем хилиться. То есть, за счет того, что форстав увеличивает скорость атаки, увеличивает количество маны, тычку увеличит. И еще дает реген. У нас, я смотрю, команда вообще тащит, да? Главное, знаете что? Главное, чтобы меня не застала врасплох Патма со своей ультой. Так, покупаем себе колечко. И через 700 голды купим себе форстав. Форставом можно своих спасать, спасаться самому. Кого-то догонять. И, кстати, уже можно идти помогать. Поскольку мы не хардовый керри. Не мейновый, скажем так, да? Мы можем купить себе ТП-шку. И, в принципе, я могу уже куда-то тэпнуться и кому-то помочь. Допустим, ту же Мартру. Я могу сейчас с антимагу помочь пить. Да-да-да, видите, уже идет кто-то. Но они там справятся. Мне нужно вот мешать ТБ. Ой-ой-ой. Ну, этого не было, ребят. Я не знаю, как так получилось. Промазал и инвокер, и я. А это говорит, ребята, о чем? О том, что пауэршотом не всегда нужно нажимать на цель. Иногда нужно нажимать все-таки на область, чтобы вот таких вот неприятных ситуаций не возникало. А, опять не попал. Ну, на этот раз мне уже не повезло. Террор Блейд просто не стоял перед крипами, поэтому и при вязке я в него, соответственно, не попал. Поэтому и до сих пор не... Хорошо, что я догадался... Догадался до того, что меня могут загангать. Обязательно смотрите на мини-мапу. Мне это сейчас очень сильно помогло. О, меня еще и виверна вылечила. Это шикарно. Летит к нам форстаф. Что у нас в антимаге? Антимаг собирает потихоньку БФ. А мы пока что антимаг не сильный, будем воевать. То есть, по сути, мы стояли харду, да, только на изи-лейне. То есть, мы стояли соло-изи. Такое тоже бывает, кстати. И, в принципе, ничего неправильного в этом нет. У нас уже очень неплохая тычка, 120 где-то. И мы уже можем действительно лупить, лупить по страшному. Так, убиваем. Я не попал ни привязкой, ни пауэршотом. Это очень плохо. Помогаем. И теперь уже на развороте. Делаем даблкил. Тут еще, смотрите, Квапа ходит. И Бэйн еще, да? Опа, интересно. Даем. Привязываем. Ой, красава, инвокер. Еще Бэйн. К Бэйну мы подходить не будем. И, в принципе, можно ульту вкачать. Ульта у нас... Сейчас мало урона наносит. Я думаю, можно даже пойти на базу. Значит, чем мы сейчас займемся? Мы сейчас будем собирать арчит. Зачем? Во-первых, арчит хорошо смотрится на верке. А, во-вторых, нам нужно затыкать Бэйна. Нам нужно затыкать Террор Блейда, чтобы он не ультовал. Нам обязательно нужно затыкать Квапу, поскольку без своих кастов она ничто. Пока что. Если она, конечно, будет собирать какие-то боевые вещи, тогда да. Но пока что она никто. Не добил. Ну ладно. И начинаем мы собирать дудочки. Начинаем собирать дудочки. Две дудочки соберем. И потом... Так, а сейчас, наверное, можно пойти на мид. Потому что здесь... Либо идем на мид, либо идем... Продавливаем линию. Можно, в принципе, заняться и тем, и другим. Можно ультовать, кстати, на башню. Сейчас я вам покажу, что будет, если я ультану на башню. Вот, эта цель помечена, и теперь я очень быстро по ней бью. Таким образом, я могу башню снести его очень-очень быстро. Так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так. Все, снес башню. А после арчатки я себе соберу Майл Стром. И молнии у меня будут вылетать очень-очень быстро. Ой, надо идти срочно на Амит помогать Ой, слушайте, это печаль вообще Бэйн меня сейчас Привязал Пауэршот, крит Меняется Отлично вообще Виверна спасает, красава И мы, наверное, уходим Уходим, прожимаем третий Прожимаем форстаф Прожимаем фейзы И таким образом мы становимся очень быстрыми Мобильными и неуловимыми А в битве с Терреблейдом мы вообще Можем Выигрывать за счет бесконечных миссов Длительность у нас пока что маленькая Кстати, пока мы бежим За нами еще и идет такая волна Которая врагов замедляет до 30% Тоже очень полезная штука Так, прожимаем И бежим сейчас помогать на мид Получается, что с фейзами мы бегаем Со скоростью 400 Опа, инвокер Начинает врага сдавать Сборевает С помощью юлы, да? У нас юльный инвокер По схеме 4-1-4 Качается легко Убивает Кого угодно Бэйн Бэйн идет в лес Нет, не идет он в лес Идет Идет Патма в лес К нам Сейчас полетит стрела Или не полетит А, вот, смотрите И мы ее убиваем Форстафаемся Чтобы не упустить цель По-моему Очень классно получилось Кстати У поваршота Довольно Широкая Область поражения Нам Бэйн Кстати урон Так сильно Уменьшил Что мы Теперь только на касты Будем полагаться Но все Обошлось Сбриваем крипов И Нет, не привязали Но это уже было на шару Скажем так Поскольку бить нормально Мы не можем Я решил Дать пауэршот По крипам И сейчас Наверное Так Илетит стрела Стрела попадает В БХ И его Маленечко Двигают Форстафом Ой, да Форстафом Их кстати Видно За счет За счет Трека Это очень хорошо Все Больше их не видно Таким образом Мы можем Удачно Выбрать позицию К тому же Патма Просто Не сможет Ультануть Вот Отлично И опять Идет Трек Теперь Патму Видно И у нас Образовывается Еще Одна Дудочка Квапа Это кто такой А, квапа Квапа Это рэрблейд Ничего себе После арчатки Я буду Покупать себе Как я уже говорил Майлстром Опа Почему-то Они меня не боятся Ага Инвокер А его видно Видите Его-то видно А все Уже не видно Значит надо убегать И бха Убивают Маленечко Все Не по плану Пошло Я еще Инвокера Пропустил Не посмотрел Что он там Кого Он убивал Скорее всего Он убил Кого хотел Неожиданно Действительно Он прав Верка Довольно Игривый характер Имеет То есть Она такая Веселая девчонка Рыжая Но при этом Довольно Боевая Сейчас мы Зафармим Этот кэмп Изичный И все И Бежим Сколько 517 бежим Бежим За Орчидом Привязываем Даем Орчид По Орчиду Лупим Если противник Как-то Убивает О, как-то Убегает То он Взрывается Из-за Орчида Так Нафидил На Орчид На Фиданули На Орчид 30 секунд Назад Не было У кого У меня Или У Квапы Просто Мне интересно Видимо Меня все-таки Фиданули Как я понял Так Наверное Надо все-таки Тепнуться Потому что Видите Уже начинается Какая-то Драка Это мы Для Ассиста Короткий Такой Повершот Дали Сейчас мы Уже С командой Находимся Поэтому Все нормально И давайте Наверное И ультуем Смотрите Ну БХ нам Не дал Добить Но ничего Страшного Вы все Сами Прекрасно Видели Она бы В любом Случа Развалилась Ульта Раньше Она очень Дорогая Была Сейчас Ульта Стоит Всего лишь 75 100 И 125 Маны Поэтому Можно Ее Юзать Не боясь Правда Очень Откат Неприятный У этой Ульты По-моему 60 секунд Немного Немало Но Если мы Купим Аганим То Откат Будет Гораздо Меньше И мы Не будем Получать Штрафа То есть Мы сейчас Получаем Штрафа Урона От наших Атак Обычных И Модификаторов 50-40-30 Процентов Если мы Купим Аганим Этого Штрафа Не будет Вообще Что Что Довольно Круто И Мы Начнем Начнем Делать Майл Стром Себе Потихоньку Пока Никого Нет Давайте Пофармим Ой Хорошо Я Рассчитал Иначе Бо Сейчас Остался Бо Здесь На Некоторое Время Так Никого Нет На Карте Это Значит Что Скорее Всего Либо Они Там Где-то Формят Либо Под Мауль Тонула В Таких Случаях Нужно Опасаться Ой Здесь Големы Стоят Да Второй Скилл У нас Наносит Магический Урон Если Что Поэтому Знаете Имейте Ввиду И урон Второго Скилла Довольно Высок До Трехсот Шестидесяти Это Как Молния Зевса Хорошо Идем К Нашим Я могу В принципе Сейчас Кого-то Убить Вместе С Ребятами Если Конечно Сейчас Не будет Контратаки А она Может Быть Потому Что У нас Нет Вижена И Может Под Мауль Тонуть Опа Это Надо Б Давать Это Надо Задавать Б Отсюда Следует Что ВР Очень Хорошо Может Справляться С Врагами Которые Дерутся Исключительно Физуроном И При этом Делать Это Безопасно То есть Безопасной Дистанции Имея При этом Высокую Скорость Движения Это Очень Удобно При Этом Она Не сильно Зависит От Айтемов То есть Если Вы Так Если Вы Не Умеете Фармить То Можете Играть ВР Как Саппортом Это Тоже Нормально Привязываете И С помощью Пауэршотов Наносите Неплохой Урон Если Уметь Фармить Можете Идти В Изи Если Вы Хорошо Умете Выживать То Можете Идти В харду То есть ВР Она Как Напатма Как Мирана Да Она Как Сказать Многозадачна Она Может Выполнять Различные Функции И стоять Практически На Любой Линии Кроме Леса В лесу Она Стоять Не особо Может Но Разве Что В качестве Саппорта На Отводах Тогда Да Тогда На здоровье Ух 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 Напугал Меня М Уэм У нас Уже Что БФ И Монта Это Значит Что Теперь Товарищ Товарищ М Сможет Драться Как Следует И у нас Плюс Один Игрок В команде Он Уже Сможет Участвовать С нами В драках А вот Это Что Бежит Там Это Интересно Опа Ну я так И знал В принципе Что Меня Так Зацепят Я уже Был готов К тому Что Патма Ультанола Но У нас Видите Вижена Никакого Нет То есть Мы Не можем Мы Не можем Узнавать Когда Патма Ультует У нас Нет Центривардов В команде И Меня Зацепили Соответственно Зацепили И Всех Остальных Нокер Убивает Легонечко Но К сожалению Патма Воспользовалась Его Евулом И Попала В него Стрелой То есть По сути Инокер Хотел Сам себя Спасти Но В итоге Убил Сам себя И Мне Сбили Стрик Это Очень Плохо Поскольку Теперь Я не смогу Быстро Купить Майл Стром Зато Всю Остальную Работу Теперь Будет Выполнять АМ 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 делает Трипл Килл Что просто Замечательно Для Керри Который Начинает Потихоньку Разжираться Ох Это Интересно Нужно АМ Оставить Так Я думаю Я думаю Что Нужно Нужно Было Дать Кьюшку В Рошана В принципе Я могу В него Ультануть Но В этом Нет Необходимости Поскольку АМ 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 Убить Убить Мне Немножечко Осталось До Майлстрома Я не хочу Сейчас умирать Из-за Куры Еще Кто-то Идет По-моему Это Да Она идет За ней Это По-моему Квапа Да Квапа Ну все Хорошо У нас есть Майлстромыч Можно даже На базу Сходить Потому что Мы близко Находимся Антимаг Красавчик Конечно Но А нет Он красавчик В любом случае И уходит На ТП Про него Забывают И бросают И он Так А мы что делаем Мы сейчас Тепнемся Мы сейчас Тепнемся сюда И Пойдем на огонек Пока там Ребята дерутся Антимаг Всех Размесил Но Мы В принципе Свою Свою Роль Отыгрываем Мы Сэмми Керри То есть Такая Верка Такую Верку Можно назвать Сэмми Керри Полукерри То бишь Соответственно Мейн Керри Это наш Антимаг Второй Сэмми Керри Это БХ Я могу Ультануть Кстати По башне А И сразу Глиф Прожимается Главное Не пропустить Патмо Нет Это не настоящий В том то и дело Но с ним Связать Связать Можно Кстати Если кто-то Подойдет Мы можем С этой иллюзией Кого-то Связать Ну вот в принципе И все Игра 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 заканчивается С помощью арчетки Я сбиваю Ульт Бэйну Ибо Неповадно Что было И наши ребята Уже начинают Рыбачить Что называется Далее Мы можем Купить себе Ёльнир Мы можем Купить себе МКБ Кстати Нам обязательно Нужно Потому что Во вражеской команде Темп Этот Ассасинка Да Фантомка Но даже если Мы этого не сделаем То В данном случае Из-за этого Мы не проиграем Сейчас мне нужно Ити наверное Не фигней страдать А пушить мид Пока Враги заняты Ну наверное У меня это уже Сделать не получится Они сейчас Пойдут за мной А мне нужно Уходить Так что Идем уже Либо доделаем Мьёльнир Либо Нет Наверное Все таки Будем делать МКБ Почему Потому что МКБ Когда будет Прокоть А он Прокоть Он будет Очень часто Где-то 30 30 процентов А Под ультой Это будет Происходить Ну очень часто Я даже Про дамоквил Ничего страшного Там нет Вот и подумайте Мы с помощью МКБ И Ульты Сможем сбивать Соответственно Ульту Бейна Мы сможем Даже сбивать Ульту Террор Блейда То есть Если он Замахнется Мы Просто Не дадим ему Ультануть Причем Это будет Происходить Раз за разом Да Мы кстати Можем отойти Перестать Бить Башню И все равно Ульт будет Работать Шикарно Этот Блинк Был Плохой Идеей Мне кажется Достойная Игра В принципе И команда Попалась Хорошая Кстати Башня По моему Тоже Попадать В нас Не сможет Если мы Будем Вендран Использовать Не все Это ГГ Ультуем Последний раз Причем Если мы Ультуем Нам правой Кнопкой мыши Не обязательно Нажимать На цель Она сама Видите Бьет Причем Довольно больно Бьет И это Безагонимо Сагонимом Было бы еще Круче И молнии Наносили Больше урона И Осталось Только Засветить Табличку С результатами Чтобы понять Кто Что сделал Правильно И кто Где Оплошал Я планировал Ни разу Не умереть Но к сожалению У меня этого Не получилось Сделать Хотя Это не суть Важно По фарму У нас Конечно же Молодец Антимаг И Нокер Я уже Там Иду Дальше Помаленьку Потихоньку Ну и Виверна С БХ БХ Почему-то Мало Нафармил Хотя У него Есть Трек Странно Что он Меня Не Перефармил Ну и Естественно Виверна У них У нас Саппортила Поэтому У нее ГПМ Низкий А во Вражеской Команде Как я Понял Квопа Была Самым Сильным Игроком И по Фарму И по Киллам И по Всему И по Левелу Фантом Нафармила Довольно Мало Как И ТБ А Про Потму И Бэйна Я вообще Молчу Ну что ж Друзья На этом Гайд Окончен Пикайте Верку Играйте За нее И Выигрывайте Всем Пока